Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной нишей, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась. Как живет и работает Транссибирская магистраль. Построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный построенным технологиям небесной дороги Skyway, также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям. Пред и вице-премьер по Дальнему Востоку Юрий Трутнев, который выдвинул идею выдавать любому желающему по гектару земли. Можно посмотреть все-таки, где эти земли, какого они качества, достаточно ли одного гектара на Дальнем Востоке. И какие-то должны быть условия, связанные с необходимостью использования. Это можно же взять и не использовать в течение десятилетия. Тут есть много вопросов, которые требуют дополнительного изучения. Ну, в целом, как видим, идеи одобрены. И вот на этом остановимся поподробнее. Потому что по гектару земли любому желающему в стране, где еще недавно пределом мечтаний были 6 соток, но где в последнее время земля вроде бы и продавалась, но по убийственным ценам часто. Больше того, как выяснилось из нашей беседы с Юрием Трутневым, речь идет действительно не только о Дальнем Востоке. Смотрим и слушаем. Ну, Петрович, вы по привычке встали со стороны Дальнего Востока. И разговор у нас будет о вашем желании раздать по 5 гектаров земли любому желающему. Но я сразу хотел подчеркнуть, что разговор действительно про всю страну, потому что я давеча ехал вот отсюда, из Санкт-Петербурга в Вологду. Вот как только мы пересели границу Ленинградской области, там мелькнули какие-то черные лесорубы, а дальше вообще ничего. Там на горизонте мелькнул Череповец, ни одной деревни, ничего. Поэтому я думаю, что разговор о том, чтобы по 5 гектаров раздать, он касается всей страны. На каких условиях вы хотите раздавать по 5 гектаров любому желающему? Ну, вот, наверное, первое, над чем мы думаем, это все-таки не условия, а то, на что люди смогут использовать, какую именно землю мы можем выделять. И, наверное, один из самых больших вопросов – это создание такого механизма, когда люди будут уверены, что вот этим предоставлением земли никто не спекулирует, что это все прозрачно, понятно, и что, скажем так, человек в состоянии выбрать любой свободный участок. Вы меня, кстати, не поправили занятно. Я сказал 5 гектаров. В действительности, 5 гектаров – это инициатива уже магаданского губернатора. Мне говорят, хоть по 5. Ваш продажник остается одного гектара. Единица. На что? Вы знаете, я считаю, что нельзя придумывать идеи использования земли на Дальнем Востоке, сидя в Москве в кабинете в Белом доме. Мне кажется, что вот этот гектар земли, который мы сейчас хотим предоставить, к 5 я еще вернусь, это просто повышение степени экономической свободы людей. То есть, чем меньше мы поставим ограничений в использовании, тем лучше. Люди могут заниматься лесным хозяйством. Могут заниматься агрокультурой. Могут построить туристический приют или базу. Все, что угодно. Жилые поселки, производство. Нет? Пожалуйста. И что, как в Столыпинские времена, как давали землю в Сибири, здесь вот приходишь, даешь проект и получаешь этот 1 гектар? Даже проект, я считаю, что не надо. Принцип должен быть другой. Вот человек приходит и говорит, висит карта, электронная по возможности, в интернете, где выделены все те территории, на которых можно получить участок. Человек говорит, я хочу участок вот здесь. И, собственно, все. Мы говорили, когда я докладывал президенту, говорили о сроке проверки через 5 лет использования. Вот здесь я считаю, что можно этот срок еще подвигать. Мне кажется, 5 лет это все-таки долго ждать. Может быть, установить срок около 3 лет. Мы еще подумаем, посоветуемся. Но принцип такой. Человек думает, использует землю. Через 3 года приходим к нему, смотрим. Земля действительно используется, приносит пользу человеку, приносит пользу государству. Мы ее оформляем на, скажем так, уже длительный срок в аренду или в собственность. Об этом тоже еще надо подумать. Не используется, ну, значит, извините из-за меня. Вы сейчас образно сказали, вот хочу землю здесь, и показали на стык Хабаровского края, Якутии и Амурской области. Первый под вопрос. Вы во время встречи президента сказали, что вокруг больших городов землю выдавать не будете. Почему? Потому что не сможем обеспечить справедливое предоставление земельных участков. Потому что нам надо, чтобы вот эти земельные участки по гектару имели примерно равную стоимость. Как только мы войдем в черту городов, то близость к инфраструктуре, энергетика, дороги, там расположение на берегу реки и так далее, начнут играть настолько большую роль. Я сегодня не представляю, как в этом случае убрать злоупотребление, убрать коррупционные риски. А входить в такую историю, что-то давать миллионам людей с коррупционными рисками невозможно. Но с другой стороны, городам принадлежит на Дальнем Востоке всего, сейчас я на память скажу, 1,18% территории. Остальные 99% в конце концов не так далеко от города могут оказаться на предмет того, чтобы сделать экономически выгодные проекты. Второй под вопрос. Мы с вами до сих пор не коснулись вот этой красной черты, государственной границы. Вдоль нее будут давать участки? Там земли хорошие, очень четкие. Да. Да? Открытые по берегам Амура? Конечно. А если получит человек участок и сдаст его в субаренду корейцам или китайцам? Понимаете, мы сразу говорили о том, что все эти территории должны быть защищены от перепродажи или передачи иностранцам. Многие люди уже задают вопрос, а если это сделают там подпольно как-то, если будет подставленный какой-нибудь человек. Ну, ответ очень простой. Если это будет сделано подпольно, то законных возможностей претендовать на этот участок не возникнет. Никакой суть никогда не примет такого решения. И вот для этого как раз вы продумываете проверки, да, через 5 лет, а может быть через 3. В том числе, и я вот когда начал говорить о свободе, воле и земле людей, возможности ими принимать решение, чем именно заниматься на этом участке, я в том числе хотел сказать и о том, что сегодня в законодательстве существует достаточно сложный механизм зонирования вот этой земли сельскохозяйственного назначения, вот этой земли промышленности и так далее, и так далее. Вот если мы хотим реализовывать этот проект, я считаю, что в рамках этого проекта никакого зонирования земель быть не должно. То есть мы не должны навязывать людям тот или иной вид деятельности. Но это вы говорите в таком случае о переменных законодательствах, действительно касающихся всей России, потому что подобного рода ограничения часто сковывают инициации у людей в совсем других регионах. Мы против не давно боремся. Еще когда я работал в администрации президента, мы готовили заседание государственного совета, и были эти предложения по поводу отмены зонирования в рамках всей территории Российской Федерации. Вообще я хочу сказать, что когда президент поставил задачу ускоренного развития Дальнего Востока, и мы взялись за ее исполнение, мы совершенно точно понимаем, что мы обязаны создавать лучшие примеры развития, которые совершенно не обязательно всегда будут жить только на Дальнем Востоке. Поэтому мы будем стараться создавать такие оболочки, такие условия для жизни, для работы людей, которые сегодня будут помогать на Дальнем Востоке, а дальше будут помогать на всей территории нашей страны. Люк Петрович, ну в таком случае, конечно, неудобно к вам обращаться как к такому большому государственному мужу, попросить вас выступить в другой ипостаси, но выступите как агент недвижимости. Вот перед вами потенциальный приобретатель одного гектара земли на Дальнем Востоке. Что бы посоветовали? Вы знаете, мне очень Камчатка нравится. Ну, уникальная совершенно территория. Это точно территория, на которой могут быть места отдыха, куда приедут отдыхать и россияне, и очень много людей с любой территории земного шара с удовольствием посмотрят Камчатку. Я еще что хочу сказать. Вот вы правильно сказали, там 5 гектаров, 1 гектар. И совершенно не факт, что для ведения, например, лесного хозяйства, может быть ведение охотничьего хозяйства. Хватит одного гектара? Хватит одного гектара. Но мы сегодня должны начать. Если мы дадим гектар бесплатно, то следующее, что мы, на мой взгляд, обязаны сделать, это мы обязаны дать возможность уже на платной основе получить рядом то количество земли, которое необходимо для ведения бизнеса. То есть, взял сегодня гектар, а завтра, скажем так, по дешевой стоимости, может быть, и, ну, я думаю, что все-таки платно, хотя бы с затратами на межевание. На льготных условиях, но тем не менее, человек хочет получить там 5 гектар, да пожалуйста, Бога ради. У нас, я приводил цифры на встречу с президентом, у нас даже с учетом миграционного притока, получается, что мы потратим на всю программу, если каждый житель Дальнего Востока захочет по 1 гектару, плюс приедет миллион человек туда, даже в этом случае мы почти ничего не израсходуем. Но тем не менее, какое-то время на обсуждение пройдет, постараемся, чтобы оно было коротким, там до месяца, может быть. Ну, то есть, спасибо, Игорь Петрович, хорошего года. Спасибо, Игорь. Будем обращаться за гектаром. Далее в программе. Здравствуйте, дамы и господа. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходоев Алексей. И, собственно, начинаем наш традиционный вечерний вебинар «Техника экономический». Я рад вас приветствовать. И давайте пройдем для начала традиционный наш опросник. Когда будет запущен опросник, то есть, пожалуйста, проголосуйте. Пообщаемся о том, что у нас сейчас происходит и, собственно, чем нас может порадовать компания. На самом деле, я всех вас могу поздравить с замечательной новостью. То есть, состоялся второй этап переговоров в Арабских Эмиратах именно на ресурсах официальной группе, социальных сетях и так далее. На сайте я еще, насколько знаю, не был, не было выложено, но в официальной группе ВКонтакте уже есть эта новость. И, собственно, я думаю, все из вас абсолютно довольны этой новостью и рады то, что, возможно, теоретически у нас даже появится стратегический инвестор. То есть, это то, к чему мы все шли, то, для чего, собственно, был запущен именно способ инвестирования через краудинвестинг. И, собственно, я могу сказать, что первичную миссию краудинвестинг уже выполнил. То есть, краудинвестинг – это мы с вами. И, собственно, то, что сейчас может произойти, как это отразится в будущем именно на работе всех фондов, которые занимаются краудинвестингом, возможно, дисконт резко изменится. То есть, что будет на самом деле, покажет уже дальнейшие события. То есть, вот новички вообще даже… Новички пришли первый раз на вебинар и уже говорят о новости, что, возможно, будет скоро вся технология закрыта именно крупным инвесторам. То есть, с чем я вас, дамы и господа, новички могу и поздравить. Собственно, вы в нужное время, в нужном месте абсолютно абсолютно. И сейчас все будет еще быстрее развиваться. То есть, по новостям, я не буду их пересказывать, вкратце скажу, что были подписаны определенные договоренности, то есть, протокол о намерениях между Global Transport Investment и, соответственно, транспортом в Абудабе. И был передан этот документ для подписания уже арабской стороне. То есть, суть заключается в том, что Эмират Абудаби будет иметь 50% акций и создаваемые совместной компанией и внесет в основной капитал порядка 100 миллионов долларов США. То есть, это, как я понимаю, будут абсолютно реальные деньги. Это не будет оценка интеллектуальной собственности и так далее. То есть, это будут реальные деньги, реальное финансирование уже технологии. То есть, на достаточно уже приличное количество миллионов долларов краудинвестинг свою первичную миссию выполнил, профинансировал. То есть, тот этап, который невозможен был к запуску именно нашими конкурентами, как SkyTrend, как Mistran, польская компания, такие как Hyperloop, несмотря на то, что там миллиардер Elon Musk. Собственно, это доказывает то, что именно тот способ, который стратегически выбрала руководство группы компании SkyWay, непосредственно Сергей Анатольевич Собиряков, который вот, собственно, скоро присоединится и также ответит на вопросы, интересующие вас, если такие возникнут, на которые вы хотели бы, чтобы именно Сергей Анатольевич ответил. И именно этот способ был очень правильно выбран, потому что иначе, иначе никак не было возможности завоевать лояльность у крупного инвестора. То есть, сейчас ведутся переговоры еще с достаточно интересным государством, я не буду объявлять, но, собственно, в новостях уже скажем. То есть, со всех сторон уже начинается реализация закона, как я люблю говорить, квантовой физики. То есть, мы с вами уже фактически, если взять фонд SkyWay Invest Group, фонд прямых инвестиций в технологию SkyWay, SkyWay Invest Group и структуру, которая была в РСВ, которая сейчас SkyWay Capital, это уже больше, ну, я думаю, уже к 90 тысяч человек приближается. И только у фонда SkyWay Invest Group это 57 тысячам приближается. Ну, собственно, это абсолютно не те цифры, которые мы себя ставили, ставим именно в цель. То есть, вы о целях прекрасно знаете, это миллион людей до конца года. Так, 139 человек ответил, 237 присутствуют. Но, если присутствуют новички, то, пожалуйста, поставьте 0 или 1, чтобы, знаете, видеть, что помимо тех 9 людей присутствуют еще новички. И, собственно, цель миллион, нужно понимать, как достигать такие цели. То есть, цель, постановка, задачи, выполнение это как при написании документов, так и при выполнении любых стратегических вопросов и достижения достаточно глобальных результатов действий. Собственно, для нас сейчас необходимым является то, какую форму организационной именно и собственности, и вообще объединения нашего выбрать, чтобы быть и максимально адекватными в мировом пространстве, именно юридическом и финансовом, чтобы нас воспринимали серьезно и иностранные инвесторы. То есть, сейчас наш один из директоров, директор Global Transnet UK проводит достаточно серьезные переговоры, то есть, с лицами, которые знакомы с Ричардом Брэнсоном, с лицами, которые знакомы с техническим директором Google и так далее. То есть, все мы, безусловно, подходим к тому моменту, когда краудинвестинг работает уже на полную, несмотря на то, что у нас 100 тысяч людей вообще по всему миру еще нет. И, собственно, таких связей, теории рукопожатия будет, естественно, появляться все больше и больше. Но, как мы и планировали, мы уже на Московской конференции зарегистрировали потребительское общество, то есть, в Иркутске, можете все это увидеть, это вот в открытом доступе. Что будет касаться вообще всей деятельности Skyway Invest Group, и в будущем это будет уже группа компаний, то есть, это будет группа компаний Transnet. И, собственно, направление, будущее направление, помимо фонда прямых инвестиций Skyway Invest Group, я непосредственно буду представлять на конференции в Испании. После конференции в Испании она закончится, то есть, вернемся мы с Испании уже после 26 числа, именно этого месяца, и уже начнем вещать вебинары по тем направлениям, которые будут позиционировать для себя в качестве опорных точек развития и опорных точек будущей капитализации и ускорения финансирования, естественно, в технологию Skyway именно уже группы компаний Transnet, то есть Transnet Group. И то, что, собственно, мы готовим, это абсолютно современный тренд, то, о чем мы говорили на вебинарах, это, естественно, будет увязываться в логику, в первую очередь, Transnet, то есть Transnet изначально вообще придумал Сергей Анатольевич Сибиряков, и, соответственно, в этой стезе и будем продолжать развиваться. Но обо всем скажем всему свое время, как говорится, и, собственно, ожидайте, следите, смотрите. Более того, новичкам я могу сказать, что сегодня, и как и на любом вебинаре, на данном вебинаре вы можете записать промо-код, то есть он действует с 10 часов по Москве до 3 часов по Москве в течение 17 часов. Вы можете воспользоваться очень просто, то есть вводите промо-код, и на втором шаге уже при оплате обучающей институционной программы, там, где будет выбор, с каких платежных средств совершать оплату, вы сможете воспользоваться этим промо-кодом. Он дает достаточно приятную прибавку к вашему пакету, и действует только для первых 100 участников, то есть всего 100 промо-кодов действует каждый день. Это нововведение, которое, собственно, отдел онлайн-образования придумали, и все, собственно, директора это поддержали. Это уже приносит свои плоды, пожалуйста, пользуйтесь, потому что та новость, которая была объявлена в Арабских Эмиратах, она заставляет задуматься. То есть если вспоминать тот момент, когда, допустим, я входил в компанию, то я вам хочу сказать, что, в принципе, я отправил просто на карточку Сбербанка, просто на доверительных отношениях с человеком, с которым не так давно общался, то есть это был Сергей Семенов, и просто я хотел инвестировать в этот проект, помочь ему на первых стадиях развития, инвестировал несколько десяток тысяч рублей на первой стадии и далее, собственно, наращивал сумму инвестиций и заработка своей структуры. Естественно, все на первоначальных стадиях абсолютно все инвестиций в развитие компании, и, собственно, ни о чем об этом, так скажем, не жалею, потому что то время, которое было, те дисконты абсолютно... Так, промокод не успели записать. Пожалуйста, записывайте, то есть эта информация абсолютно открытая. То время, которое было в прошлом году, то есть уже в прошлом году для группы компании Skyway, то есть уже более года развивается программа, и более того, 10-11 октября год уже будет Skyway Invest Group, то есть представьте, как летит время вообще. И, собственно, это действительно время уже для кого-то упущенных возможностей. Но для новичков сейчас намного проще будет рассказывать об этой программе, намного проще будет именно общаться с крупными инвесторами, потому что, извините, когда будут присоединяться гиганты, как транспортный департамент Абудаби, то по городам, по вашим, с крупными потенциальными инвесторами будет общаться. Но, во-первых, длительность разговора, наверное, раза в два снизится. И, собственно, мы будем общаться уже методом нашего тела, то есть тот, кто желает, тот услышал информацию и делает компании под адресные проекты и так далее. Тот, кто не желает, собственно, ждет капитализации, ждет таких же примеров, как и был недавний громкий пример Алибаба и так далее. Но, собственно, вернемся к основной тематике нашего вебинара, это потреб кооперация. Вообще, что такое потреб кооперация? Напишите, пожалуйста, в чате, может быть, кто-то знает. И об этом сегодня как раз-таки мы пообщаемся. Поставьте плюсик, кто знает, что такое потреб кооперация, и кто имеет понимание, какие преимущества у развития именно в данной форме организации. То есть очень много людей знает. Это супер, потому что на самом деле сейчас уже каждый человек должен, хотя бы первичное представление иметь о потреб кооперации. В первую очередь мы это делаем для абсолютно, как я сказал, легализованного поля финансовой и юридической схеме, адекватного, адаптивного для международного рынка. Потому что вообще потреб кооперации, то есть немножко в историю ударимся. И еще в 1844 году рабочими текстильщиками, то есть обычный фабричный английский поселок, был создан первый кооператив, то есть по обеспечению его членов продуктами, необходимым промышленными товарами. И представьте себе, с 1917 года в России потребительских обществах состояло 11,5 миллионов людей, а в 1986 уже 65 миллионов людей. То есть я думаю, тут понятны цифры, вот те планы, которые мы ставим, то есть 1 миллион человек, это не такая большая цифра, и представьте, что эффект инвест-проводящей системы еще будет, собственно, в 10 раз больше, чем сегодня. То есть это будет просто грандиозный эффект. И первая потребка операции, она стала возрождаться именно после разрушения в первые годы советской власти с введением в стране НЭПа. То есть в апреле 2021 года был принят декрет потребительской кооперации, в котором предоставлялось право обмена и скупки излишков товаров сельскохозяйственного производства и различных кустарных и ремесленных изделий. И давайте сейчас перенесемся именно на нашу сферу, на нашу тематику. Представим, что технология уже реализована в железе, то есть направления группы компаний Transnet тоже реализованы в железе, и, собственно, присоединяется достаточно много заводов, достаточно много поставщиков, и намного правильнее будет именно взаимодействовать внутри единого поля. То есть схема такая, каждый именно ресурс, который получает потребка операции внутри себя, он обеспечивается паями, то есть паевыми взносами. И налоги и так далее. Многие сейчас компании оптимизируют свою систему налогообложения, именно переходя на схему работы потребкой операции. То есть объединение РУСЬ, одно из самых крупнейших объединений, именно обучению потребкой операции, учит целые заводы, целые предприятия для оптимизации системы налогообложения. Но это не наша цель на самом деле, потому что наша цель именно реализация в первую очередь идеологии новой экономической эволюции мира. То есть о чем гласит новая экономическая эволюция мира, я думаю, все прекрасно помнят. Это когда богатые будут становиться еще богаче, бедные еще богаче, несмотря на то, что, казалось бы, еще беднее. И именно в продолжении этой идеологии мы искали ту форму, то есть и для иностранцев она будет на самом деле подходить, потому что это вообще международное понятие потребкой операции. Возможно, нужно будет делать свою потребкой операцию в том или ином государстве, но если говорить вообще про размахи, то я хочу сказать, что в той же Швеции, Норвегии, вот я говорил про Норвегию на профилактических вебинарах, именно про инвестиционный их фонд, который от нефтяного рынка получил очень серьезное развитие. И вообще Норвежский кооперативный союз имеет в национальном товаробороте долю в 11%, а шведские потребительские кооперативы 20%. Швейцарские имеют более 1 миллиона членов именно потребкой оператива. При населении, кстати, на конец 90-х годов 6,5 миллионов людей. То есть представьте, вообще 1,6 населения составляет потребкой операции. Это примерно то же самое, что в Китайской Народной Республике. Многие сейчас участвуют в партии, и очень большое количество людей на самом деле принимает участие в партии. То же самое можно и про потребку операцию сказать. И вообще, если говорить про то, какой процент пользуется услугами, то это до 90% людей, именно про Швейцарию. Швейцарские банки и так далее, все прекрасно понимаете, о чем я говорю. Основное, вообще цель, и что такое потребка операции, это именно объединение физических и юридических лиц. Обязательно там должны быть также физические лица, если только юридические, то это будет просто объединение юридических лиц. Именно целью удовлетворения своих материальных или иных потребностей. То есть путем объединения и путем внесения именно имущественных, паевых взносов, либо других каких-либо паевых взносов. Более того, я могу сказать, что Андрей Федорович Ковратов, огромная ему за эту благодарность, будет записывать целые видеокурсы, видеоуроки для того, чтобы каждый проникался именно вот этой мощной структурой потребкой операции и понимал, зачем вообще и почему он вносит уже паевой взнос, не приобретает, допустим, какие-то инвестиционные пакеты и так далее. То есть у нас понятия даже будут очень серьезно меняться. Кстати, если по моему направлению говорить, то придется все вот эти понятия, обучающиеся инвестиционные программы и так далее, ну, соответственно, изменять на паевые взносы и так далее. Но эта работа должна была быть проведена, потому что на самом деле задачей именно Транснет-группы является то, что мы должны быть максимально прозрачными и те направления, которые в ближайшем будущем мы уже будем показывать. С самых первых стадий развития вы будете видеть абсолютно на ладони, то есть вплоть до бухгалтерского баланса и так далее, на что идут расходы и так далее. Если у нас будут применяться какие-то технические именно исследования, технические специалисты будут задействованы, то все это будет максимально прозрачным. Мы считаем, что это абсолютно правильно, абсолютно повышает доверие пайщиков. То есть уже будем, давайте переводить тему не на инвесторов, а именно пайщиков. И новичкам сейчас это будет сложно понять, но на самом деле нужно понимать то, что такого понятия, как инвест, краудинвестинг, его вообще в мире не существует. То есть по пальцам можно пересчитать те организации, которые занимаются краудинвестингом. Одни из тех организаций, объединение людей, это три фонда. То есть Skyway Invest Group, фонд прямых инвестиций, Transnet Group именно в технологию Skyway. Это Skyway Capital, это один из фондов при компании. И это ЭВРСВ, то есть ЭВРСВ, это Михаила Копянка фонд. И, собственно, очень-очень радостно на самом деле, что фондов становится все больше и больше, потому что, да, собственно, в октябре был запущен фонд Skyway Invest Group, когда остальные фонды не функционировали. Он принял эстафету, то есть происходило финансирование, достаточно серьезное финансирование, достаточно серьезная поддержка. Сейчас фонд Skyway Invest Group также продолжает и будет продолжать поддерживать технологию Skyway и инвестиции в это направление. Но, собственно, присоединились другие фонды, и это абсолютно положительный момент, абсолютно закономерный момент. И также, если говорить про потребка операции, то будет образован потребительский союз, и, соответственно, потребительский союз, ну, точнее, он уже образован в Иркутске, как раз-таки это зачатки потребительского союза, и все заводы, все поставщики, все технические различные НИИ, научно-исследовательские учреждения, все, что необходимо нам для взаимодействия, для работы, даже, может, какие-то аутсорсинговые, именно консалтинговые услуги, услуги по продвижению, по интернету, по продвижению и так далее, они будут уже вращаться именно внутри потребки операции. И то, что мы именно ставим целью для развития потребки операции, то, что все должно именно быть в синергии и во взаимодействии. То есть, в первую очередь, это удовлетворение потребностей пайщиков. То есть, это наша первоочередная задача, первоочередная задача удовлетворения пайщиков. Поэтому, собственно, потребка операции и вводится, и Андрей Федорович Ковратов на своем вебинаре с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым, именно вот дневном, я включался там ненадолго, и там абсолютно на примитивном примере, то есть, как проходит путь хлебобулочные изделия, и как получает и потребитель, и тот, кто сбывает продукцию, то ту или иную выгоду. Но все остаются в плюсе, так скажем. И, собственно, это абсолютно соответствует идеологии новой экономической эволюции мира. Это абсолютно соответствует идеологии, то, что у нас гуманистическая экономика, то есть, как я ее называл, то, что в центре находится человек. В центре у нас находится пайщик. И более того, мнение каждого пайщика, оно абсолютно равновесно, даже с мнением, неважно, каким процентом именно акций, вот на сегодняшнем языком говорите, доли в компании обладает человек, все имеют голос, собственно. И направление развития потребкой операции именно будет складываться ввиду общего мнения и общих настроений всех пайщиков. И, на мой взгляд, именно направление потребкой операции будет способствовать очень бурному развитию. То есть, тот, кто сейчас сомневался, может быть, в юридической схеме, может быть, сомневался вообще в плане инвестиций, в плане того, как финансовые проводки осуществляются, уже с появлением потребкой операции таких вопросов не будет. И, более того, будут многие люди присоединяться именно для изучения этого направления, именно в сегодняшних условиях кризиса. Ну, собственно, это действительно очень серьезное направление, которое вообще во времена СССР более 60% занимало направление именно потребкой операции в общей экономике. И это было абсолютно закономерно. Там немножко отсталые, так скажем, были системы именно такой закоренелый коммунизм, социализм и так далее. Но, кстати, говорят, что потребка операции это именно переход на социализм и на будущее развитие. Ну, собственно, социализм, коммунизм и так далее. В КФКНР, то есть вот сегодня с Сергеем Анатольевичем общались на тему, что если хочется увидеть, как страна живет при коммунизме и при коммунистической партии и так далее, можно посетить Шанхай и посмотреть просто этот город. То есть город просто суперпроцветающий. И это пример, как можно развиваться там. Я не в курсе, если честно, насчет потребкой операции. Нужно изучить этот вопрос. Но то, что несмотря на то, что там коммунистическая партия, сейчас именно огромное влияние. И вы все прекрасно знаете, что сейчас вплоть до расстрелов за коррупцию происходит в КНР. Собственно, несмотря на режим, огромный экономический положительный эффект развития достигаем и будет достигаем. И Арина Ким абсолютно правильно подметила на вебинаре в 13.00, что возможно, если бы наша страна развивалась именно не по пути перестройки, а по пути именно формирования своей государственной подкрепкой операции, то сейчас, несмотря на наш патриотизм, именно россиян, русских, у нас была бы огромная сплоченность именно финансово-экономическое, юридическое, технологическое, потому что каждый пайщик был бы заинтересован именно в улучшении, в первую очередь, благосостояния целой потребкой операции. Потому что улучшить благосостояние потребкой операции и инвестировать свои знания инвестировав именно, возможно, свои какие-то услуги, свои технические исследования, передачи в виде паев, то есть чертежи и так далее у нас будут передаваться в виде паев. Даже вот вебинары, презентации, которые вы видите, это же все, по сути, может сравнить с интеллектуальной собственностью, если презентация хорошо подготовлена, и все это также может быть передано в потребкой операции в виде паев. И все абсолютно заинтересованы в общем успехе. То есть это абсолютно, так скажем, способствует развитию именно общему. И та перевернутая пирамида, которую я люблю рисовать, вместо традиционной пирамиды, она реализуется именно по требкой операции. То есть по требкой операции именно большие массы людей играют главную роль. Не отдельно взятый человек, который стоит во главе, а большие массы людей. И большие массы людей обладает правом голоса. То есть про право голоса и про те нюансы, которые будут именно внедряться, учитывая мнение большинства, это будет говорить уже в будущем, в том числе и наш юротдел. Собственно, все это будет решаться, именно решаться по мнению большинства. На наш взгляд, опять же повторяю, все должно быть абсолютно прозрачно, без каких-то утаек, без скрытия даже тех же самых технологий, которые будет нам в сеть, в сеть равно пайщики, передавать не то, что в безвозмездном виде паёб и получать, естественно, какие-то выгоды. То это всё будет действовать именно, и ещё раз повторю, на общее благо. То есть вот для этого потребка операции вводится, а не для того, чтобы меньше налогов платить и так далее. Мы будем платить налоги абсолютно, как каждая организация, при продаже нашей технологии, при вынесении её за рамки потребка операции. То есть потребка операции – это, знаете, как такое государство в государстве, можно сказать. То есть действуют свои законы, но многие потребки операции, которые возникали, они возникали по аналогии с какими-то легендами, если говорить про интернет-проекты, то это хайпы. И, собственно, не было никакой идеологической составляющей, не было никакой технологической составляющей. Сейчас абсолютно всё укладывается в голове. Эти аналитические записки, которые мы с Сергеем Анатольевичем писали, именно вышестоящим нашей страны, они абсолютно коррелируются с потребкой операции, то есть именно с понятием потребка операции. Ну, собственно, вот такое моё личное мнение, оно, может быть, сейчас покажется таким немножко поверхностным, но я скажу, что все мы постепенно погружаемся в потребка операции именно директорский состав, то есть нам вообще Андрей Фёдорович поставил задачу именно изучение комплексного целого спектра документов. Книги нужно прочитать, проанализировать и, соответственно, применять и улучшать нашу корпоративную составляющую именно группы компании Transnet Group. И, собственно, будем это делать, все вместе учиться, потому что это очень-очень мощное изменение, и все мы этого ждали. То, что такой вот замечательный подарок был нам на московской конференции, именно то, что потребительское общество было зарегистрировано, это тот факт, что действительно юридически это абсолютно грамотная и выверенная схема. И, кстати, зарегистрировались мы не с пятого, не с седьмого, не с десятого раза, как кто-то говорил. Мы зарегистрировались, если не ошибаюсь, со второго раза, и то в первый раз были чисто нюансы в подаче документов, не было достаточных уточнений. То есть я вам смогу поздравить, дамы и господа, что именно Transnet Group начинает свой путь именно с потребкой операции, с очень грамотного шага и абсолютно юридически и финансово обоснованно. То есть мы с вами в нужном поле, в нужное время и в нужной схеме организации. Все будет становиться, на мой взгляд, еще лучше, в первую очередь, это именно в плане инвестиций в технологии, как в Skyway, именно касаемо фонда прямых инвестиций, Skyway Invest Group, так и в другие направления, о которых вы узнаете очень и очень скоро. Собственно, рад был вам обо всем рассказать, дамы и господа. Меня зовут Схудоев Алексей, на этом с вами прощаюсь, а далее продолжит Сергей Анатольевич Сибиряков. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, дамы и господа. Приветствую вас, дорогие друзья. Рад видеть тех, кто и был сегодня на 13-часовом вебинаре. И сейчас рад приветствовать, потому что работа наша идет, мы движемся, и видите, у нас без новостей не проходит ни одного дня, ни одного часа. Так, сейчас вот меня тут просят прокомментировать как раз, та новость, которая пришла от компании, это связанная с поездкой Юницкого в Арадские Эмираты. Вот, поэтому, ну, друзья, сейчас мы с вами прожили практически год, даже больше, под лозунгом «Строй Skyway, спасай Россию». Вот, это очень правильное и очень емкое было выражение, которое ввел Миша Калантаров, это заместитель Юницкого по конструкторскому бюро. Но сейчас, по мере того, как мы год отработали, появились новые горизонты, новые перспективы, и вот как раз, исходя из тех новостей, которые сейчас идут, которые нас не могут не радовать, потому что мы все, вот, потому что мы все акционеры и участники проекта Skyway, директора все являются крупными акционерами, не на один миллион и десятки миллионов фунтов. Вот, соответственно, развитие проекта Skyway для нас это еще и серьезная капитализация. И то, что мы сейчас видим, и те новости, которые сегодня прошли вот от компании Skyway, что Юницкий вернулся из Эмиратов, что ведутся переговоры с Министерством транспорта о строительстве демонстрационного центра в Эмиратах, о том, что будет создаваться совместная с Арабами компания, которая будет продавать технологию 50 на 50. Для нас это означает одно, что капитализацию наших активов, капитализацию наших акций может произойти еще в этом году, поэтому нам интересно знать, сколько дивидендов будет полагаться на каждую акцию, соответственно, как они будут рассчитываться и как, собственно, будет происходить капитализация интеллектуальной собственности. Поэтому для нас, друзья, это, ну, скажем так, то время, на которое мы надеялись и то, к чему, оно будет, оно уже наступает и, соответственно, с капитализацией, с работой, с такими темпами, так мы начнем дивиденды получать еще до сентября месяца. Вот, поэтому это, друзья, не может не радовать. Вот, теперь то, что касается нашей работы, именно почему мы сегодня переходим и именно в Transnet Group, и Transnet Group это будет являться основным сегодня для нас инструментом, который встает над уже Skyway Invest Group как фонда прямых инвестиций, потому что прямые инвестиции и то, что мы сегодня делали, это работа, которая будет, то есть я на вопрос, сколько сейчас акционеров, в общей сложности 57 тысяч это акционеров, которые сегодня в фонде, а в общей сложности, если взять Skyway Capital, если взять прямых инвесторов, которые сегодня пришли напрямую в компанию, то их более 70 тысяч. Вот, поэтому это тоже не может не радовать. Поэтому мы сегодня как команда, которая сформировалась по прямым инвестициям, по доведению информации, которую мы с вами сегодня отработали и делаем по инвестированию в конструкторское бюро, то есть сегодня можно однозначно констатировать, что наша работа идет, конструкторское бюро работает и поэтому ту цель и задачи, которые мы ставили, они реализуются. И поэтому Skyway Invest Group как фонд прямых инвестиций в технологию Skyway, он будет только набирать свои обороты и соответственно по получению обратной связи, вот такой, как сегодня, что ведется работа в Арабских Эмиратах, двигается, то есть это все должно увеличивать и эффективность работы Skyway Invest Group и именно всей группы компаний Skyway и соответственно капитализацию этой работы. Мы же сейчас ставим и мы получили несколько еще очень серьезных приоритетов в этой работе и один из них вы видели сейчас и мы уже очень активно его обсуждаем на сегодняшнем вебинаре в 13 часов и сейчас вот мы больше анонсируем, но основное будет в субботу в 16 часов, где мы делаем опять большой телемост, где у нас будет более 25 точек прямого включения, где будут люди находиться в аудиториях, а мы с Андреем и соответственно все спикеры, которые будут участвовать, мы будем делать именно упор на работу потребкооперации потребительского общества. Я об этом сейчас уже скажу, повторяя слова Андрея, который сегодня четко анонсировал именно потребкооперацию. Так вот, друзья, мы сегодня для себя выявили еще ряд таких приоритетов, что применение технологий и Skyway, и схожих технологий, которые идут второго уровня, они все делают возможным запуск проекта, связанный с линейным городом, то есть это единого линейного инфраструктурного проекта, который может связать все евразийское пространство, и мы его назвали так, линейный город Евразия. Под это мы зарегистрировали, как Алексей уже сказал, потребительское общество Евразия, и потребкооперация сегодня для нас становится ключевым значением, но еще раз оговорюсь, это никакого отношения не имеет ни к Арабским Эмиратам, ни к Боливии, ни Колумбии, ни Америке, ни Лондона, это чисто российское предприятие, это чисто российское, вот в него могут, конечно, входить как члены потребительского общества иностранные предприятия и иностранные граждане, но цель и задача зарегистрирована в России потребительского общества, это удовлетворение потребностей пайщиков, которые находятся, которые входят в это потребительское общество, и мы как раз объединили и логику линейного города и потреб кооперацию, и здесь как раз я немножко повторюсь о том, о чем говорил Андрей и Алексей на сегодняшнем вебинаре, вот, очень рекомендую посмотреть запись, правда, звук интернет, как мы называем младший брат у Андрея подтормаживал сегодня, но в принципе на 99% смысл всего, что он говорил, будет понятен, но основное, друзья, мы все-таки рекомендуем подключиться к нашей работе и очень серьезно прослушать информацию, которая будет 16 числа именно на нашем теле, потому что мы тем самым запускаем целый цикл именно обучающих таких вебинаров, связанных с потребкой операции. Да, 16 мая в 13 часов у нас будет очень серьезный такой, теперь, почему мы остановились на потребкой операции, друзья, чтобы вы в принципе понимали, чем потребительское общество отличается от акционерного общества. Акционерное общество по сути своей это общество призванное для получения прибыли для акционеров. Это его задача, его цели и соответственно оно реализует этот вопрос. И сегодня у нас практически все компании, которые работают в России, связанные с ресурсами, связанные с акционерным обществом, но единственное, что есть нюансы, что некоторые владельцы ресурсов, которые сегодня находятся на территории Российской Федерации, пытаются вывести собственность в офшоры для того, чтобы оптимизировать это, как говорят, но другими словами не платить налоги или уводить прибыль с той территории, на которую они добывают. Значит, в чем это недостаток сегодняшней системы, которая сложилась? Вообще, нашей российской системы, ну, наверное, и мировой. Это говорит о том, что это привело к тому, что сегодня несколько десятков человек на территории России сконцентрировали в своих руках практически 99% управления ресурсами страны. Хорошо или это плохо, друзья, это не нам судить, наверное, эта история будет судить, но что мы имеем по факту? Мы имеем по факту, что такие люди, как Рома Абрамович, как Алишер Усманов, и Мел Керимов, еще ряд таких весьма патриотично настроенных россиян, которые живут не в России, и активы выводят за территорию Российской Федерации, владеют ее активами. Вот такие люди, там, единицы, которые как Потанин или Прохоров, их во всей этой команде Фридманов и Авенов там становится все меньше и меньше. Вот. Это я ни в коем случае не сейчас с национальной точки зрения, я сейчас говорю по факту, что люди, которые владеют ресурсами, которые они не создавали, которые создавала история и страна за десятки лет до них, они сегодня сконцентрировали в своих руках все управление этими ресурсами, вот этими активами и строят схему управления таким образом, чтобы прибыль от этой деятельности, от этих активов были не в Российской Федерации, а где-то в другой стране. Эта проблема сегодня всем понятна. Президент объявил программу на де-офшоризацию о том, что компании, которые зарегистрированы за рубежом в офшорах, они должны возвращать свои активы, а кто этого не делать, должны лишаться активов на территории этой страны. Это абсолютно правильный ход, но вся юридическая законодательная база, она построена на акционерном законодательстве. И именно акционерное законодательство, которое сегодня еще с подачи Аркаши Дворковича пытаются построить таким образом, чтобы менеджеры, которые управляют акционерным обществом, вообще были еще и вне зависимости от акционеров, это делается для того, чтобы еще более запутать систему управления акционерных обществ с управлением капиталом, таких как Газпром, где государство уже имеет меньше 50%, такие как Транснефть, Роснефть, еще ряд таких крупных энергетических компаний, которые с одной стороны являются якобы государственными, но с другой стороны управляются менеджерами, опять же, по закону акционерного капитала, по закону акционерного. Таким образом, если говорить, что мы сегодня имеем систему несправедливого распределения, когда вот эта дикая приватизация, дикая система, которая прошла, она привела к тому, что сегодня 99% активов управляет очень небольшая категория людей. Так вот, исходя из того, что по нашим прогнозам, та экономика шестого технологического уклада, то, что мы с вами будем делать в ближайшие 3-5-10 лет, даст настолько взрывной рост и будут создаваться новые компании по капитализации, многократно превосходящие сегодняшние компании, как мы говорили, уже такие компании, как Газпром и Роснефть и так далее, и так далее, вот, то мы сразу хотим заложить систему, которая будет по распределению более справедливой, чем то законодательство, которое сегодня дает. Англичане уже пошли по этому пути и они законодательно закрепили, что когда создавалась компания British Petroleum, это когда Британская империя распадалась и они уходили из Бурнея, где находились на тот момент наибольшие активы нефтяные Британской империи, то они создали акционерное общество, но сразу в законе прописали, что ни один пакет больше 1,2% не могут сосредотачиваться в одних руках. И я могу сказать, что более чем за 60-летнюю историю British Petroleum никогда этот закон не нарушался. Вот, то есть это уже попытка размыть пакет, чтобы все-таки было акционерное управление. Вот, мы сейчас видим, что при создании потребительского общества и когда основными активами будет владеть именно потребительское общество, а не акционерное общество, и соответственно в этом потребительском обществе будут на нашем данном случае у нас там 57 тысяч участников, а со временем это будет сотни тысяч и миллионы акционеров и участников, пайщиков этого общества, то это даст более справедливую систему и управления, и распределения. Это, друзья, наш взгляд на этот предмет, и поэтому мы сегодня запуская процесс и проект по земле, вот тут задают вопрос, трудно, что один гектар будут давать не на 5 лет, а на 3 года, а мы успеем создать линейный город Евразия. Денис очень активно задает вопросы. Значит, смотрите, друзья, стоит вопрос не о 3 или 5 лет о том, на какую дают землю, а в течение какого времени начнется экономическая деятельность на этой земле. И вот здесь как раз наше потребительское общество, я могу сказать, что мы экономическую деятельность начнем еще в этом году. Требования закона об экономической деятельности на той земле, которую мы берем, мы начнем в этом году. Мы начнем проектировать трассы, мы начнем проектировать разработку месторождений, мы начнем проектировать, это уже начало экономической деятельности. И второй момент, если вы внимательно, а я рекомендую, кто участник нашего проекта, выступление Трутневу просмотреть не только перед нашими вебинарами, а как-нибудь возьмите спокойно и от начала до конца, потому что это очень грамотное, очень глубокое интервью Сергея Брилева с Трутнев, потому что Трутнев сказал несколько очень важных моментов. Он сказал, почему сегодня мы не даем землю вокруг мегаполисов или вблизи от сегодняшней инфраструктуры, потому что будет неравномерность стоимости земли, то есть она вокруг Москвы одна, вокруг Питера другая, вокруг Новосибирска третья, а вокруг Благовещенска цена земли совсем другая. И второй момент, что как сегодня оценить по реестру, какой вклад внес и сколько земли сегодня давать. Поэтому принято решение, что земля будет даваться только там, где она стоит ноль, то есть там, где нет никакой инфраструктуры и нет никаких перспектив сегодня ее освоения. И именно на такую землю мы сегодня и претендуем. Мы будем брать землю в республике Тыва, в Красноярском крае, в Алтайском крае, в Новосибирской области, в Республике Бурятия, в Иркутском крае. Именно там, где она не будет никогда осваиваться в ближайшее время современной инфраструктурой. Но, как нам задают вопрос, а вы что идиоты? Мы говорим, нет. Мы знаем, как с помощью технологий шестого технологического уклада, как транспортные коммуникации второго уровня и транснет сети, которую сегодня мы будем строить с помощью адресных проектов, как капитализировать эту землю и как реально ее ввести в оборот. Второй вопрос, который вопрос, тут весь вопрос, что не в том, что мы успеем и будем просить о продлении срока. Опять же, Ольга, не так вы понимаете. Сегодня стоит вопрос, что если в течение пяти лет вы не начали экономическую деятельность на этой территории, то тогда государство будет ставить вопрос об изъятии этой земли. Опять, что значит изъятие? Она дается во временное пользование. Так вот, друзья, мы сейчас будем подходить абсолютно с другой точки зрения. Мы сейчас ведем переговоры с главами регионов, губернаторами о том, чтобы взять участки земли и с помощью нашего потребительского общества сделать эту землю осваиваемой, то есть сделать ее экономически развитой. Будет вести на какие средства? Вот здесь вот как раз это ключевой вопрос, друзья, и вот то, что сейчас Алексей задал вопрос, что на какие средства, так вот, друзья, никаких государственных средств, никаких в развитии проекта этого делать нельзя. И почему мы сегодня проект линейного города Евразия не рассматриваем без отрыва от сибирского холода, то есть этого мощнейшего экономического энергетического проекта? Я думаю, что по капиталоемкости, по прибыльности, который будет давать этот проект, ничего подобного за последние сто лет не было. И поэтому мы сейчас рассматриваем именно транспортировку сибирского холода и сибирской воды в привязке к построению линейных городов. И, соответственно, все это не может быть реализовано без освоения северных осторождений, редкоземельных, цветных и черных металлов. Поэтому это единая программа, которую сегодня и продвигает группа компании Транснет. То есть сегодня эти проекты нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Это строительство линейного города, это экспорт пищевого льда и энергетики, которая в нем сосредоточена, а это колоссальное количество космического холода, который мы сегодня будем вводить в оборот. И, соответственно, это освоение труднодоступных редкоземельных, цветных металлов и черных сегодня руд для того, чтобы строить эти трассы. Поэтому именно в комплексе эти территории будут давать развитие. И, соответственно, эти территории, как я уже сказал, они будут в основном это Сибирь, Западная и Восточная Сибирь и Дальний Восток. И как раз только такой комплексный подход может привести к тому, что мы будем делать эти территории не просто опережающего развития, а это будут территории, ну, я бы так назвал, экстремально быстрого развития. Потому что тот, откуда деньги вообще на программу изначально. Вот я вам, друзья, еще раз, вот, Алексей, если как бы там непонятно, мы это на вебинарах несколько раз говорили, но еще раз комплексно я могу сказать, что сегодня потребность в редкоземельных металлах просто колоссальная. Вот еще раз говорю, колоссальная. Поэтому как только мы заявляем, что мы начинаем разработку редкоземельных тамторских и к северо-якутских месторождений, то, Алексей, я вас уверяю, что очередь из инвесторов, которые будут хотеть вложиться в этот проект, будет стоять вот от самого Тамтора и, наверное, до самого Кремля. Потому что это сегодня настолько востребовано мировой экономикой ресурс, что вложения в него будут считаться самыми эффективными. То же самое это с железной рудой и то же самое с транспортировкой воды. Сегодня, потребность в Китае, в Монголии, в Индии, в чистой питьевой воде и тем более еще в холоде, она сегодня колоссальная. Поэтому у нас программа будет увязываться комплексно, что инвестиции в строительство такого рода предприятий, которые будут добывать пищевой лед, а потом его транспортировать, и, соответственно, все это будет идти через территорию линейного города, который мы возвращаем, то это и даст экономику, которая позволит сегодня создать не просто город нового, тысячелетия и, соответственно, с новой социальной инфраструктурой, а позволит утверждать, что это будет самый эффективный, самый развивающийся муниципалитет и город сегодня на Земле. Потому что эффективность вложения, через год придет более новая технология, более эффективная, чем Skyway, и не в конкуренцию. Ну, во-первых, Александр, я не знаю, что за технология, что за бред технологий более 30 лет разработался, а тут раз, и кто-то лучше за год придумает смешно. Друзья, здесь я могу сказать, что у любой технологии, у любого технологического процесса есть циклы. И как раз то, что шестой технологический уклад, он подошел, и технология, которая развивалась, она развивалась десятилетия, и был такой эмбрионный период, то сказать, что сегодня прилетит летающая тарелка или сегодня кто-то изобрел энергетику и все поедут дешево, это, друзья, просто ненаучный подход, и я могу сказать, что его даже нецелесообразно развивать. Другое дело, что инженер Юницкий, который 36 лет показал концепцию развития, и сегодня по этому пути будут десятки, сотни инженерных коллективов, и завтра мы будем иметь множество компаний, которые будут развивать это направление, вот это, друзья, однозначно так. Я вам приведу пример, что как Джонс показал iPhone и показал устройство, где можно привести интернет одним пальцем, вот, то, соответственно, это была потребность миллионов и миллиардов людей, поэтому это произошел взрывной рост. Но, что мы сразу дальше видим по развитию технологий? Мы видим, что Samsung, LG, HTC, еще ряд компаний, они не побежали покупать у Джобса его технологию. Они стали создавать свою, они стали отсуживать интеллектуальную собственность, и сегодня мы имеем ряд конкурирующих технологий, и благодаря этой конкуренции, еще раз скажу, только благодаря этой конкуренции мы сегодня имеем, как минимум, уже восьмое поколение смартфонов и восьмое поколение гаджетов Samsung. Так вот, друзья, то же самое я могу сказать сейчас, что гонка и конкуренция на рынке транспорта второго уровня началась, и это не пустые слова, потому что наш фонд уже участвует в том, что уже возникает ряд альтернативных инженерных команд, которые предлагают решить то же самое транспортного уровня и технологию более дешевым, более компактным уровнем, который это предлагает технология Skyway. И в данном случае нам сейчас, как заказчикам линейного города, как тем, кто будет потребителем этой технологии, нам все равно, кто построит технологию, кто ее сделает более дешевой и качественной для людей. Skyway или еще какая-нибудь альтернативная технология Siemens, или сегодня возникло еще ряд технологий, которые это делают. Нам, как потребителям, более того, нам, как фонду, который инвестирует в транспортный уровень, нам выгодно, чтобы были ряд конкурирующих технологий, и они между собой конкурировали. Не конкурировал сегодня Skyway с китайской дорогой высокоскоростной, потому что это все равно, что конкурировать iPhone с проводным кнопочным телефоном. Это глупость. Сегодня конкуренция может идти только с технологией, аналогичной по технологичности и аналогичной шестому технологическому дорогу. Так, как обстоят дела с велодорожками в Турции и Швеции? Ну, здесь как раз, друзья, вопрос в том, что как раз возникла сегодня команда, и как раз Transnet участвует уже в разработке технологии, которая называется EcoSmart Car. Соответственно, это экологически умная машина, которая как раз и будет решать задачи второго уровня, и как раз эта технология, которая сегодня также набирает обороты, и также будет активно финансироваться нашей Transnet-группой. И, соответственно, мы для себя определили цель. Если строй Skyway, спасай Россию, это, в общем-то, лозунг для Skyway, то для Transnet-группы основным лозунгом будет «Мы объединяем мир». Потому что действительно то, что мы сегодня делаем, мы создаем сеть Transnet, мы создаем сеть адресных проектов, в котором будет участвовать не одна, не две, а несколько технологий, которые будут конкурировать за доминирование между собой. И однозначно можно сказать, что инженер Юницкий – это лидер в этом направлении, он 36 лет работал в этой отрасли, и, соответственно, он один из родоначальников, который запустил это направление. Но, как показала практика последних, допустим, полугода, что по этому пути идут очень талантливые инженеры, по этому пути идут очень серьезные команды, и мы сейчас уже на наших с вами глазах возникает вторая команда, которая создает уже параллельную технологию, которая называется «Эко-смарт-кар». Она не конкурент ни в коем случае, это своя ниша, свое направление, но нам, как фонду и как команде, которая создает и основной целью которой – это линейный город, соответственно, чем больше будет технологий, чем больше будет предложений, тем, собственно, для нас… Так, кто будет заказчиком строительства, может, на дороге пассажир «Страйс» в России вообще… Насколько масштабно ожидаются заказы от АО «РЖД» и региональных транспортных операторов? Ну, здесь, друзья, я вам приведу такой пример. Вы знаете, что такое МГТС – Московская Городная Телефонная Сеть? В 90-м году она была абсолютным 100% монополистом, естественной монополией по предоставлению телефонной связи в городе Москве. С 91-го года началось создание сотовых операторов, которые мы сегодня знаем. МТС, Билайн, Мегафон, Йота. Сейчас еще входит ряд операторов. Так вот, друзья, я могу сказать, насколько интересно, насколько МГТС заказывала МТСу или Билайну количество операторов или количество абонентов в Москве. Да, честно говоря, все равно. Вот точно так же и сейчас. РЖД – это естественный монополист, который эксплуатирует инфраструктуру технологическую, которая создана 130 лет назад. И, соответственно, сегодня с их ценами, когда они собираются в обход Украины построить 18 километров дороги и сразу декларируют, что у них будет порядка 10 миллионов долларов за километр дороги, я могу сказать, вот пускай они сами себе заказывают, пускай сами себе строят и сами себе потом эксплуатируют. То есть это вот такой же бронтозавр, как и МГТС в начале 90-х. Сейчас та система, которая будет возникать, Транснета, это будут абсолютно независимые новые компании, которые будут строиться абсолютно по коммерческому принципу. И люди, которые будут инвестировать туда средства, это абсолютно коммерческий подход, соответственно, инвестиции и какая будет экономическая отдача от этих предприятий. Поэтому, друзья, здесь никаких нету ни подходов, ни это самое. То есть РЖД это естественный монополист, который приполз к нам из четвертого технологического уклада. А сейчас уже прошел пятый технологический уклад, а мы с вами создаем экономику и компанию шестого технологического уклада. Поэтому рассуждать о том, что будет делать вот этот бронтозавр РЖД в шестом технологическом укладе, мне неинтересно, потому что его там не будет. Вот он будет эксплуатировать свои рельсы и шпалы, которые построены еще при Александре Третьем, соответственно, или во времена Байкало-Амурской магистрали, потому что за все время РЖД они вот только сейчас хотят построить первые 18 километров, потому что они ничего нового не строят. Они только эксплуатируют то, что им досталось, не им построенными и не им инвестированными средствами. Это строил все, весь Советский Союз, и, соответственно, сегодня опять же группа менеджеров сегодня пытаются эксплуатировать и пытаются извлекать прибыль из тех инвестиций, которые были сделаны десятки лет до них и, соответственно, еще и другими странами. Так, друзья, значит, на этот вопрос я тоже ответил. Поэтому то, что сейчас... Так, для чего еще один демонстрационный центр и что будет с Белорусским центром? Друзья, Белорусский центр как строится, как делается эта инвестиция в демонстрационный центр SkyWay. Поэтому все, что связано с программой SkyWay, все, что связано с... Это будет делаться, демонстрироваться и показываться. Тем более, как показала вся практика работы группы компаний SkyWay, ориентирована в основном на крупные азиатские рынки, на крупные африканские рынки, потому что мы видим поездки Юницкого в Колумбию, мы видим поездки в Париж для заключения договоров, мы видим сегодня практически еженедельные поездки в, соответственно, в Арабские Эмираты. Это компания, которая ориентирована на, в основном, такие крупные рынки и на построение крупных систем. Поэтому, друзья, все, что сегодня... То, что сегодня делается и двигается в направлении демонстрации, оно все будет продолжаться и делаться. То, что сегодня дальше будет развиваться с помощью фонда Transnet, Transnet Group, соответственно, это определенные ниши и определенные рынки, которые будут показывать и демонстрировать свои ниши, свои направления, свою эксплуатацию. Поэтому, друзья, это, скажем так, с экономической точки зрения для нас, кто инвестировал в этот проект, для нас, кто сегодня является акционерами Skyway, а мы все с вами являемся крупными акционерами, во всяком случае, весь директорский состав, это точно. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это как можно быстрее сегодня капитализировалось и как можно быстрее двигалось. Но при этом возникает ряд новых ниш, ряд новых направлений, собственно, которые сегодня будут двигаться. Так, запись будет, невозможно было входить, выбрасывалось в комнаты. Так, и то, что по потребительскому обществу. Еще раз, друзья, я могу сказать, что на сегодняшний момент мы анонсируем наш цикл вебинаров и обучающих программ по потребительскому обществу. Сегодня в 13 часов Андрей Хавратов именно показал направление, в которое мы двигались и, соответственно, сделал основные посылки, почему мы перешли к потребительскому обществу. А основной цикл начнет с 16 числа, с 13 часов, когда мы именно на нашем теле мосту, где мы соберем большое количество наших сторонников, как раз для того, чтобы именно и показать, и анонсировать о том, что сегодня Skyway Invest Group становится фондом прямых инвестиций, который инвестирует именно в белорусский полигон и в строительство, и в развитие проекта Skyway. Но при этом возникает, как минимум, еще 4 направления, которые будут независимо развиваться друг от друга. Соответственно, Transnet Group заинтересована в том, чтобы все эти направления двигались, и тот, кто приходит к нам как инвестором, и кто приходит к нам как партнером, был максимально защищен, соответственно, строительство белорусского центра планировалось начать в апреле, оно начато. Здесь, друзья, на эти вопросы может ответить только генеральный директор, генеральный конструктор, президент группы компаний Skyway Анатолий Беоргиевич Юницкий. В пятницу он будет у нас на директорской планерке нашего фонда, и, соответственно, все вопросы, которые сейчас в этом, мы им всем будем задавать. Для нас точно так же интересно, что делается с полигоном, как оформляется земля, какие сроки капитализации, какая будет капитализация после прихода туда арабов, вот как сегодня анонсировано, с инвестициями в 100 миллионов долларов. Мы все эти друзья, соответственно, эти вопросы Анатолию 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 зададим. Будет запись, и на наших следующих вебинарах мы покажем вам и ответы Анатолию 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 Анатолию, и вопросы, которые есть от директоров, и, соответственно, будет понятно, как дальше мы будем двигаться, и как дальше, с какими темпами будет развиваться. Одно я могу сказать, что пока темпы идут очень серьезные, во всяком случае, от нас, как от группы, которая инвестирует в проект Skyway, мы, соответственно, удовлетворены тем развитием, который сейчас есть. Будет ли возможность построить свою дилерскую сеть по продаже струнных дорог? Друзья, мы, вот Денис задает очень важный вопрос по развитию сети, именно Транснета. И мы здесь как раз видим, что сеть Транснет, она будет заключаться из большого количества именно адресных проектов. И вот как сегодня работают операторы МТС, Билайн, или Скайлинк, или там Йота. Они имеют региональных операторов, которые работают по своему бизнесу, в своей логике, но они все объединены в единого федерального оператора, который работает на всей территории страны. То есть есть определенные правила игры, которые задает тот или иной оператор. Вот я могу сказать, что мы точно так же сейчас инициируем запуск адресных проектов, ну, допустим, там в Тюмени, в Тябинске, в Ханты-Мансийске, в Сочи, по тому, как будет строиться логика построения бизнес-плана, как будет строиться построение самой юридической оформления компании, как будет привлечение инвестиций, как будет строиться. Это уже конкретное построение конкретных бизнес-проектов. Соответственно, об этом мы с вами будем говорить, начиная, наверное, с июля-августа месяца, когда мы начнем создавать и таким образом продвигать первые адресные проекты на территории сейчас у нас России. Пока мы отрабатываем единичные адресные проекты, тут задавались уже вопросы, мы отрабатываем сейчас в Турции с партнерами, мы отрабатываем в Швейцарии. Это где есть уже конкретные заказчики, которые готовы платить за то, чтобы им демонстрировали и строили соответственно адресный проект. Вот по этому направлению мы будем делать. Так, для представителей соревнований, какой объем надо подтверждать ежедневно или в месяц? Заявку на представительство, куда можно давать? Представительствами у нас занимается Игорь Хальзов. Соответственно, у нас вопроса по объему и по этому стоять не будет, то есть мы считаем это неправильно. Весь вопрос это сейчас оформление и запуск адресных проектов. Соответственно, другое дело, что адресные проекты должны инвестироваться и финансироваться только из тех средств, которые идут в этот адресный проект, а ни в коем случае не за счет средства головной компании или головного фонда. Представительство открывает Skyway Capital. Да, Skyway Capital активно сейчас продвигает систему, которая открывает представительство. Но еще раз могу сказать, что Skyway Capital это фонд, который является дилером, то есть перепродавцом акций головной компании Юницкого. Мы же, как Skyway Invest Group, мы являемся инвесторами. То есть мы проводим обучающий цикл, мы собираем инвестиции и мы их вкладываем под свою ответственность и за те инвестиции, которые идут через Skyway Invest Group, мы несем ответственность за те инвестиции, которые идут через нас. Те же инвестиции, которые идут через Skyway Capital, он не несет никакой ответственности за эти инвестиции, несет ответственность лично только Анатолий Дуарчевский, Юницкий, в акции которого вкладываются эти инвестиции. Ничего более. Сейчас создается еще один такой фонд-посредник, который создает Миша Акопян. Он как-то называется РВ Skyway или ОРВ Skyway. В общем, сейчас презентация этого фонда есть в сети, в чатах, чтобы посмотреть. То же самое, это посредник, который перепродает акции головной компании Анатолия Дуарчевского и тех обязательств, которые сегодня есть. Причем я сразу могу сказать, акции какой компании сейчас продает Skyway Capital, я сказать не могу, потому что Евразиан Рейл Skyway сегодня стоит в закрытии. То есть на официальном сайте написано, что эта компания закрывается по инициативе регистратора. То есть обычно это происходит, когда не сдается годовая отчетность. Соответственно, компания акций, которые сегодня продаются, это акции закрываемой компании. Соответственно, весь анализ сегодня здесь есть и это проверить очень легко. Поэтому работа, которую дальше мы сегодня будем строить и через Skyway Invest Group, потому что мы несем ответственность из-за тех инвесторов и за тех людей, которые пришли и поверили нашему фонду. Поэтому мы действуем уже как квалифицированный инвестор и те вопросы, которые мы сегодня задаем головной компании, они именно относятся именно к категории квалифицированных инвесторов. И исходя из того, что на многие ответы на сегодня вопросов нет, у нас возникает ряд таких взаимоотношений между Skyway Invest Group и головной компанией, которые пока ответ не идут. Как идут дела с реструктуризацией? Александр задает вопрос. Честно могу сказать, я не знаю, что такое реструктуризация и как с ней идут дела компании Анатолия Дуальевича Юницкого. Я просто из вебинаров, или из той информации, которую доводит юридическая служба компании, либо которая доводится, я знаю, что создается целая сеть новых компаний и то, что в итоге на мои акции, которые были у меня в Rail Skyway, мне должны выдать привилегированные акции это компании, на которые эта компания будет получать дивиденды, соответственно, прибыль, вот, я на эти дивиденды должен получать свою долю. Это вот пока то, что я знаю из того, что доводится, из того, что сегодня находится в открытой вещи. То есть, то, что реально там происходит, но пока мы ответить тоже не можем, что, в общем-то, нас тоже не совсем устраивает, как инвесторов, поэтому мы будем эти вопросы задавать Антону Дуарчу и, соответственно, получать на них вопросы. Так, дальше вопрос. Открывается много фондов, а в фондах готовятся определиться, с кем работать хотите. Это запутывает. Ну, Виктор, я тут ничего не могу сказать. Мы отвечаем за ту работу, которую мы делаем и ту, которую мы проводим. Мы не можем отвечать за открытие фондов Skyway Capital или Миши Акопяна, который сейчас есть, или еще каких-то фондов, которые готовятся к открытию. Это, друзья, вопросы к головной компании, к стратегии, которую проводит Анатолий Дуарович Юницкий по привлечению инвестиций. Поэтому здесь мы сказать не можем. Давайте мы будем отвечать за ту работу, которую мы делаем и которую мы сегодня знаем. А у нас как раз вопрос, что мы выбрали ряд адресных проектов и я могу сказать, что Skyway Group, Skyway, технология Skyway, это также один из адресных проектов, куда мы будем привлекать инвесторов и объяснять, почему сегодня есть преимущество транспорта второго уровня, почему есть преимущество те, которые дает инженер Юницкий для того, чтобы иметь фору и прерогативу на рынке и, соответственно, почему сегодня эта технология может конкурировать со всеми остальными и почему она может быть применена в наших других адресных проектов, такие как освоение северных территорий и, соответственно, транспортировка воды и холода из сибирских территорий. Это мы можем объяснять. Все остальное, что будет объяснять на своих вебинарах или обучающих системах Skyway Capital или другие фонды, друзья, это, собственно, вопрос не к нам, это вопросы к тому, что двигается. Мы все-таки отвечаем и делаем за ту часть работы, которую мы сейчас строим. Мы не можем отвечать за все и не можем, тем более, на вопросы, когда будет построен полигон и когда он будет, соответственно, демонстрироваться. Эти вопросы как раз, друзья, давайте напрямую в КБ и напрямую к разработчику. Мы такие же инвесторы, как и вы и, соответственно, также заинтересованы в капитализации своих инвестиций. Где планируется дать землю? В первую очередь, строительство хотелось бы не на озере Хасан. Строиться хотелось бы не... Так, Валентина, я здесь не могу сейчас сказать. Озеро Хасан это у нас, насколько я помню, Дальний Восток, да? Соответственно, граница с Китаем. Вот. Но сегодня в дневном вебинаре Андрей говорил, что мы сейчас рассматриваем более, я могу сказать, такие живописные места. Это Алтайский край, это Республика Бурятия, это вокруг Байкала, это Республика Тыва, соответственно, это юг Красноярского края. Вот. Поэтому можно ли часть акций перевести в фонд? Юрий спрашивает. Друзья, честно говоря, с переводом акций, насколько я знаю, головная компания заявила о том, что все переводы акций и все, что это вроде как закончены. Вот. Хотя я здесь не до конца понимаю, почему это можно как-то начать или закончить, что если у кого-то есть желание перевести акции, то почему это нельзя сделать в любой момент? Вот. Поэтому, тем более, что мне тоже не совсем понятно, что те юридические сложности, которые компания Анатолия выставил для перевода акций, мне тоже не до конца понятно, потому что, когда инвестиции принимались и взамен выдавалась просто расписка, напечатанная на принтере, то, в принципе, никаких юридических казусов здесь не было. Почему потом, когда эти инвестиции надо было перевести под управление другого фонда, надо было дать такие сложные юридические препятствия, которые выдвинула компания лично нам и нашим акционерам, которые захотели это сделать. Но, друзья, это тоже из вопросов, которые я тоже хотел бы задать и которые я тоже бы хотел иметь ответы. Фонд Инвестгрупп, фонд прямых инвестиций, куда же напрямую инвестируются средства фонда? Еще раз Людмила то же самое, то есть поясняю для четкого понимания, как складывается. Skyway Инвестгрупп из своего названия, из всей юридической базы, которой он создан, у него подписаны договора и он функционирует, это фонд прямых инвестиций, в струнные технологии Юницкого, которые сегодня идут под брендом Skyway. И никуда в другую вещь, никакие другие проекты, никуда в другие этот фонд инвестировать не может. Это фонд прямых инвестиций, струнные технологии инженеров Юницкого в группу компаний Skyway. Все. Больше это не то, что не обсуждается. По юридической своей сути этот фонд никуда больше инвестировать не может. Те инвестиции, которые мы будем привлекать и направлять и рекомендовать нашим партнерам инвестировать в другие адресные проекты, связанные и также с транспортом второго уровня, и с экспортом природного холода и воды, и с разработкой месторождений, это будет заниматься уже другой фонд, другая компания, которая называется Transnet Group. Это компания, целью задачи которой построение сети адресных проектов с использованием технологий второго уровня, в том числе технологии Skyway. Так, Людмила, один гектар на детей, ну давайте действительно перейдем уже к гектару, почему бы инвестгрупп не проводить свои вебинары на тему открытия представительств? Друзья, мы активно сейчас и проводим и вебинары, и компании, и семинары, и проводим по именно логике построения адресных проектов. Мы предлагаем сегодня не открывать представительства, а открывать конкретные компании с использованием с построением сети Transnet. Но на этот предмет мы готовим специальное обучение и как раз наша Академия Новой Евразии, которая специально для этого создана, это наша корпоративная структура внутри Transnet Group, которая будет собственно проводить эту работу. Так, теперь по одному гектару земли. Да, друзья, это очень сложный вопрос, который перед нами постоянно стоял и который мы обещали решить, связанный с тем, что можно ли сегодня подать заявку на детей, которые не достигли совершеннолетия, что сегодня ограничены законом, и второе, могут ли сегодня жители, не граждане Российской Федерации получать право на капитализацию и на участие в проекте по получению земли. Я могу сказать, что законодательно то, что сегодня проходит в лоб, а тем более еще те законодатели, которые там и справедливой России вносили кучу, как они считают, справедливых поправок, что тот человек, который прожил менее 30 лет и не имеет заслуги перед Отечеством, тот не может претендовать на землю на Дальнем Востоке. То есть полностью продворяющие логики, которые дал президент и которые озвучил Трутнев, о том, что неосвоенная земля сегодня должна использоваться как экономический ресурс для развития и тот, кто хочет брать ее для развития, берите и развивайте. Это логика развития Дикого Запада в развитии североамериканских штатов, когда дали по 10, 20, 30 гектар земли всем, кто хотел ее осваивать, как раздавалась земля во времена Петра Столыпина, когда каждый, кто хотел уехать в Сибирь. Так вот, эти горе-депутаты сегодня на ту инициативу, которую, как всегда, запускает президент, как всегда, находится огромное количество людей, которые хотят эту инициативу ограничить. Мы видим в том, что и мы, как потребительское общество, мы сейчас заявились именно как потреб общества на получение земли как минимум в шести регионах, и как раз мы будем оформлять эту землю как пай в нашем потребительском обществе. И тот, кто вступает в потребительское общество, этот пай будет подкреплен теми гектарами земли, которые мы сегодня будем получать. И там будет не один, не два, а там будет больше земли, потому что мы сделали заявку на большее количество и абсолютно уверены, что мы договоримся с региональными властями о том, что они нам сегодня будут давать землю, которая абсолютно бесперспективна с точки зрения сегодняшних технологий развития. Мы же с применением новых технологий и технологий шестого технологического уклада, мы знаем, что с этой землей будет, и мы знаем, каким образом ее капитализировать. Так, что подразумевается выражение 1 Ганна в Дальнем Востоке? Конкретно можно узнать, какую территорию имеется в виду. Опять, еще раз, друзья, мы, да, депутаты, ну, я не говорю про всех депутатов, среди 460 депутатов есть, наверное, и разумные люди, правда, почему-то встречаются они реже и реже, вот, а те инициативы, которые сегодня идут, именно в развитии темы по земле и Дальнему Востоку, они как раз направлены на то, чтобы максимально загубить, максимально эту инициативу превратить в пыль, вот, сейчас этим занимается Министерство по развитию Дальнего Востока, она тоже эту идею доводит сегодня до абсурда, этим сегодня занимается полпредство, так сказать, которое начинает вводить препятствия, но это, друзья, закон жанра, закон чиновников, что верхний чиновник дает посыл, говорит, что надо делать так, а, соответственно, задача потом ниже стоящих полностью привести это в полный абсурд, вот, так вот, друзья, мы как раз сейчас выходим с другой стороны инициативы, я вам рассказывал, как мы обращались, когда мы говорили, что у нас сегодня порядка 15, а уже приближается к 20 тысячам заявок на гектар земли, как на нас смотрели вот такими круглыми глазами, как нам говорили, что сегодня нет процедуры и нет возможности выделения этой земли, вот, но, соответственно, друзья, если эта инициатива от президента идет, то, соответственно, должно быть очень много реальных сил в стране, которая может ее реализовать, и как раз вот одной из таких сил, это является наше потребительское общество, и которое начинает работать напрямую с губернаторами, которые могут распоряжаться этой землей, я могу сказать, что как минимум с двумя губернаторами у нас уже есть понимание, вот, я не могу сказать, что мы уже вышли на подписание передачи земли, но я могу сказать, что все предварительные переговоры и понимание того, что мы хотим, сегодня есть, и я думаю, что за июль, максимум август, мы выйдем на подписание документов, и наше потребительское общество будет передано земля для того, чтобы потребительское общество развивало эту территорию и сделало ее не просто территорией опережающего развития, а соответственно очень процветающей территории, соответственно, мы выбираем эту землю, чтобы она была очень комфортное проживание в очень экологическом месте и соответственно абсолютно таком живописном с точки зрения этим. Причем второй вопрос, обязательно ли туда переезжать? Друзья, это будет вашим активом, а хотите ли вы потом туда переехать или использовать ее как семейный ресурс и для того, чтобы ее потом обменять на какие-то другие ресурсы, и на другие, это уже будет ваше право? Все-таки, если нас-то через нашу компанию запросили, могут законно ее не получить. Этот вывод из фильма только для российских граждан. Или это сказано, предполагается, проверка после получения и выяснится, кто владелец. Нет, друзья, дело в том, что сегодня логика потребительского общества на эту землю еще никем не накладывалась. И поэтому мы сейчас вводим вопрос, что если сегодня иностранец, который является участником нашего потребительского общества, а за паем закреплена эта земля, то, соответственно, распоряжать он ее может, он ее не может только продать иностранцу. Вот пока единственное какое ограничение мы сегодня с юридической точки зрения видим. А то, что сегодня участники нашего потребительского общества могут быть владельцами и распорядителями этой земли, естественно, только в рамках выпечения Потому что основное ограничение, которое сегодня накладывает на распоряжение этой земли, это потребительское общество. Вы не можете сегодня в рамках потребительского общества получить эту землю, а потом сказать, что я хочу продать ее китайцам, допустим, которые где-нибудь на Дальнем Востоке. Это будет исключено в принципе, потому что распоряжение этой землей может быть только в рамках устава и деятельности, которые вводит потребительское общество. Поэтому вам, прежде чем пойти на такой шаг, надо будет 10 раз подумать. Второе, надо будет изучить цели и задачи устава потребительского общества. Потом изучить систему, которая предлагается по управлению и только после этого принимать решение, хотите ли вы стать членом потребительского общества, хотите ли вы на это участие в потребительском обществе получить землю и доверяете ли вы, что распоряжаться этой землей будет потребительское общество для достижения тех целей, для которых оно создано. Так, а как у нас акционеров? Так, указаны документы на русском языке. Так, что здесь? Так, 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 так. Ольга здесь сбрасывает нам документы. В чате было сообщено о реорганизации группы компаний. Ну, друзья, все вопросы, которые в чате есть, действительно, тут весь вопрос. Документы, которые предоставят меморандум. Все, давайте там изучать, смотреть. Вот тут, видите, Eurasian Rail Skyway System Holding. Это учредительный документ, это какая-то новая компания. Потому что та была, акции которой мы с вами приобретали, называлась Eurasian Rail Skyway Ltd. Соответственно, это, значит, уже та, которая сегодня закрывается компания за несдачу отчетности. Соответственно, это уже какая-то другая компания. Соответственно, друзья, это все юридические вопросы, которые... Как будет охраняться земля от захватчиков или незаконных участков без моего ведома? Ну, вот как раз, друзья, все эти вопросы, это решает именно потребка операции. И здесь мы как раз и хотим до вас донести, что та логика и та задача, которая сегодня действует через потребка операции, она в корне отличается и от акционерного законодательства, и от законодательства от общества с ограниченной ответственностью, то, что сегодня идет в хозяйстве, и даже о некоммерческих организациях, которые сегодня есть. Потребка операции – это абсолютно, скажем так, иное направление, целью которых не получение прибыли для акционерного общества, а удовлетворение потребностей пайщиков, которые в него вступили. Это принципиальное отличие, и на наш взгляд, на сегодняшний момент, те задачи, которые стоят перед шестым технологическим укладом, перед созданием предприятий нового типа и освоение территории по новому принципу, который мы сегодня делаем, это как раз, друзья, именно задача для потребка операции, которую мы сегодня запускаем. Но, опять же, я могу сказать, что на эту тему мы будем говорить еще не раз и не два. Для проектов «Почему нельзя все сделать?» Так, Василий, для чего нужна еще одна компания для проектов «Почему нельзя все сделать?» в рамках SWIG. Василий, говорю еще раз. SWIG – это фонд прямых инвестиций, который инвестирует в струнные технологии инженера Юницкого под брендом Skyway. Это группы компаний Skyway. И ни в какие другие проекты этот фонд инвестировать не может. Соответственно, сегодня эта задача выполняется, выполнялась и будет выполняться. Никаких других. Другое дело, что сегодня у нас, как у команды менеджеров, у команды, которые занимаются инвестированием, и те, кто развивает проект, сегодня возникло ряд направлений, которые также по логике Skyway могут претендовать на инвестирование, и могут претендовать на защиту инвестиций акционеров и партнеров, которые приходят нам, как к команде. И поэтому мы выделили в это направление еще четыре проекта и создали специально для этого Transnet Group, который будет осуществлять мимо финансирования Skyway еще и финансирование ряда проектов. Поэтому в рамках фонда прямых инвестиций Skyway Invest Group невозможно финансировать другие проекты. И этого не будет происходить, и это неправильно. Все, что идет инвестированием через Skyway Invest Group, будет инвестироваться только в группу компаний Skyway, и никуда более. А вот те проекты, которые будут финансироваться в рамках других проектов, они будут вестись через Transnet Group, и именно с этой целью создана инвестиционная группа Transnet Group, для того, чтобы диверсифицировать инвестиции наших партнеров, для того, чтобы мы могли показать несколько направлений привлечения, и несколько направлений инвестирования. Вот, собственно, для этих целей и создан Transnet Group, и создан ряд направлений, в том числе для того, чтобы реализовать проект линейного города Евразия. Извините, что-то пропустил. Евразия, Нрейл, Skyway, системы ЛТД закрываются. А как же акции, которые в ней? Ну, Вячеслав, видно, вы пропустили вообще очень многое. То, что сегодня объясняется на вебинарах и Skyway Capital, и в чатах. Rail Skyway System, ЛТД, закрывается по инициативе регистратора за незначу отчетности. Соответственно, сегодня создана другая компания, которая называется Eurasian Rail Skyway Holding. В виде какого, я еще не знаю. И сегодня проводится реструктуризация, когда акции компании System Ltd меняются на другие акции. Собственно, вот этот процесс сейчас и происходит. И, собственно, вы сейчас в нем, собственно, все и участвуете. И вы должны стать счастливыми обладателями привилегированных акций какой-то компании, которая будет зарегистрирована в офшоре, которая когда-то должна получать дивиденды. Вот, собственно, сегодня что происходит. Так вот, я могу сказать, что сегодня с акциями и теми обязательствами, которые взял на себя Skyway Invest Group, этого происходить не будет. Потому что те инвесторы, те инвестиции, которые пришли через Skyway Invest Capital, они защищены именно командой и работой, которая ведется Skyway Invest Group. Именно нашей командой. И, соответственно, за эти инвестиции мы несем ответственность, и мы сделаем все, чтобы и наши, и ваши инвестиции были сохранены и, соответственно, принесли те дивиденды, на которые мы с вами рассчитываем и которые нам с вами обещали. Соответственно, никаких других вопросов здесь быть не может. Так, что же будет с теми акциями, которые купались в головной компании Skyway и никуда не переводились? Соответственно, по этим акциям лично Анатолий Эдуардович Юницкий несет ответственность. И как эту ответственность он вам обещал, вот точно так же он эту ответственность будет нести по тем обязательствам, которые он вам выдал и выписал. Поэтому здесь, друзья, ничего не менялось и, соответственно, ничего не изменилось. Все эти обязательства остаются, и все эти обязательства рано или поздно должны быть, соответственно, выполнены. Так, ну что, друзья, сертификаты на пакеты от ЛТД можно считать недействительными. Ну, сами сертификаты, эти бумаги нет, я просто понимаю, что должна быть какая-то процедура обмена. Что эту открытку, которую вы купили, вы будете менять на другую открытку, которую вам либо должны прислать, либо что-то должны с ней сделать. Это, друзья, вопросы к юридической службе Skyway Group, Skyway компании, которая сегодня это делает. Я на эти вопросы, друзья, отвечать не могу, потому что это находится не в моей компетенции. Может ли партнер снова перерегистрируется, если когда-то давно не прошел верификацию и забыл данные? Ну, здесь я не знаю весь вопрос. Итак, эти акции увеличатся в 2,9 и будут в долларах. Ну, вот Татьяна Новикова с Москвы, наверное, отвечает, да, наверное, там что-то с этими акциями будет происходиться и что-то взамен будет выдаваться. Здесь я, друзья, сразу могу сказать, я не могу комментировать и пояснять того, чего я не знаю. А я этого не знаю. Поэтому я могу одно сказать, что компания акций, которые сейчас продаются с дисконтом и то, что сейчас делается, эта компания закрывается. За одну открытку заплатите, теперь будем платить за другую. Ну, Любовь, я бы, наверное, такими словами сейчас как бы не говорил, но по сути, по сути, что-то примерно такое происходит. Глеб, доллар плохо. Ну, я не знаю, чем доллар хуже, чем фунт стерлинг. Вот, по мне и фунт стерлинг, и доллар, и евро, вот, все-таки мы в нашем потребительском обществе и в нашей компании, которую мы сейчас запускаем, мы все и номинируем, и делаем все-таки в рублях, потому что это та компания, ну, та валюта, с которой мы оперируем и с которой мы сейчас работаем. Ну, вот, друзья, давайте, я думаю, что, Роман, да, я думаю, что со временем мы сделаем свою валюту, которую назовем евразийский рубль. Вот, мы абсолютно уверены, что по развитию проекта, который сейчас идет нами с совместными усилиями, что это будет самая надежная валюта в мире. И, соответственно, при развитии сети компаний с применением транспортных технологий второго уровня Транснет, мы, соответственно, с вами увидим реализацию десятков, сотен и тысяч проектов, которые будут двигаться. Так, да, здесь вот, Татьяна, вот репортажи с юницким реструктуризацией, да, друзья, посмотрите, задайте, соответственно, посмотрите, там ответы на все вопросы, которые я сейчас не могу ответить, они, наверное, есть. Ну, вот, друзья, однозначно можно сказать, что мы с вами вступили сейчас в новый период, что мы сейчас начинаем работать именно команда, которую, с кем вы пришли в Skyway Invest Group, она также остается в фонде прямых инвестиций, но мы начинаем для себя ряд новых направлений, именно связанных с реализацией адресных проектов. Вот, соответственно, для этого мы создаем следующую уже группу, которая будет называться Транснет Групп, девизом которой является «Мы объединяем мир», вот, и наша задача действительно это построить сеть Транснет, это действительно построить десятки, сотни, тысячи компаний и проектов с использованием технологий транспорта второго уровня и действительно запустить проект по капитализации того, кто пришел. Вот, Петер, ну, здесь компания специально не сдала отчетность, здесь я не могу сказать, по каким причинам, это вопросы, друзья, все, наверное, вот в том репортаже, который Татьяна показала с Антономом Юницким, наверное, ответы на эти вопросы есть, потому что там звучали такие вопросы, как аудит, там звучали такие вопросы, как отчетность, ну, вот, наверное, друзья, мы это с вами в ближайшее время увидим. Так, ну, вот, друзья, давайте, что все вопросы мы сегодня с вами не ответим, я понимаю, что вот та, которая двигается, она очень интересная, мы с вами увидим очень много чего серьезного за ближайшие 2-3 месяца, вот, мы с вами запустим большое количество еще направлений, которые есть, и для нас, как раз, и как Андрей Ховратов учил в своей Академии частного инвестора, и мы сегодня на своих обучающих циклах говорим, что объем инвестирования должен быть всегда диверсифицирован, вы всегда должны иметь пакет инвестиций, вы всегда должны иметь независимые источники для того, чтобы не складывать все яйца в одну корзину, чтобы не зависеть от одной проблемы или от одного источника, куда вы инвестировали, поэтому в соответствии с этим мы расширяем эту работу и, соответственно, предлагаем для вас все более и более такие интересные, серьезные вещи. Ну вот, друзья, давайте, надеюсь, что мы с вами встретимся на 16 числа в 13 часов, потом те, кто будут с нами в Испании, надеемся, что там лично пообщаться, а так, друзья, скажем так, новый этап нашей работы, новый этап нашего взаимодействия начался, вот, и, соответственно, я думаю, что все это приведет только к тому, что наши инвестиции, наши вложения, которые есть, они максимально быстро капитализируются, что цели и задачи, которые мы сегодня ставим, они будут максимально приближаться, и мы с вами в ближайшее время будем каждый день, каждый час узнавать новость, видеть о том, как развивается наш проект, как развивается наша система. Ну вот, друзья, а на этом я хотел бы сегодня с вами прощаться, еще раз жду вас на нашей телевстрече, телемосту, который мы будем проводить 16 числа в 13 часов. Ну, друзья, на этом я прощаюсь с вами, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...